В Дамин станции метро «Спортивная» начнут заливать уже этой осенью. На днях главгосэкспертиза одобрила проект, разработанный новосибирскими инженерами. Сейчас на площадке вовсю идут земляные работы. Из-под будущего здания убирают грунт и его меняют на более надежный песок. Сегодня здесь побывал мэр Новосибирска. Анатолий Локоть оценил, насколько строители продвинулись за полтора месяца. Александр Песцов за полдня проходит по площадке по несколько километров. Сегодня работает с улыбкой. Строил многие станции новосибирской подземки. Здесь любимая работа после долгого перерыва. В планах уже в ближайшие месяцы начать строить здание «Спортивный». Максимум сделать монолитных конструкций, чтобы в зиму уже выйти из грунта. Маленькая победа у всех, кто относится к новосибирскому метрополитену. Проект «Спортивный» одобрила главгосэкспертиза. Признали, сибиряки способны выполнять сложные инженерные задачи. Теперь очередь за строителями. Они надежды пока оправдывают. Из графика не выбиваются. Именно в этом месте мы были примерно полтора месяца назад. Тогда здесь еще сохранялся асфальт и был довольно-таки пологий спуск вниз. Сейчас котлованы кое-где уже присыпаны достаточно внушительным слоем песка. Под будущим вестибюлем и блоками, которые, судя по темпам работ, совсем скоро будут обнимать метромост. В двух блоках по обеим сторонам метромоста разместят перроны. Внизу между опорами кассовый зал. Длина станции 130 метров. Здание будет выше метромоста. Сооружение уникальное, сложное и построить его нужно в кратчайшие сроки. То, что вы сегодня находитесь на площадке, это подготовительный этап. Это связано с тем, чтобы нам подготовить всю площадку под монтаж основных конструкций. В конце сентября, в начале октября киноподрядчик выходит. Мы специально для того, чтобы сегодня объезжать события или опередить их, мы сегодня выполняем за свой счет весь комплекс подготовительных работ. И в октябре месяце приступаем к монтажу основных конструкций. Зимой тоже. Обязательно в порядке. На площадке будут трудиться по три сотни человек. Днем и ночью, в любую погоду. Для строителей сделают городок с вагончиками, к нему подведут электричество и воду. Мы немножко задержались на старте, поэтому надо сейчас вот это компенсировать качеством, четкостью работы. Собственно говоря, хорошее настроение у всех от положительного результата, несмотря на задержку с получением экспертизы. Сейчас мы имеем все основания говорить о том, что работа может и должна быть развернута в полном объеме. Одновременно со строительством спортивной начали реконструировать дороги на площади Лыщинского, пока это тоже подготовительный этап, переносит коммуникации. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.